у нас прекрасные новости потому что к нам присоединились два уникальных спикера которых не вне всякого сомнения все вы знаете это сергей сибиряков и алексей суходоев они будут вести свои вебинары по средам вебинары будет проходить в режиме который является очень комфортным потому что у нас существуют разные временные зоны и у нас остаются неохваченным вечерние часы это регионы дальнего востока и регионы инвесторов которые проживают на других континентах потому что у первых это уже утро а у других это глубокая ночь и им как бы неудобно поэтому эта команда спикеров совершенно уникальное об этом знаете они будут вести ребята будут вести вебинары в следующем режиме каждую среду но на в этом месяце это будет две среды подряд по моему им через среду посмотрим какого в любом случае расписание в личном кабинете вы это можете посмотреть так вот в дальнейшем это будет каждую среду в среду вебинары будут проводиться следующим образом с 12 по одной и той же ссылки входа либо гостевой ссылки без регистрации вы сможете в 12 часов дня каждой среды подключиться новички для того чтобы узнать либо отправить ссылку новичкам вашей команде чтобы они познакомились компании познакомились технологии и вообще с направлением который мы с вами развиваем узнали что такое skyway и для чего им важно присутствовать здесь в этой технологии и в этом направлении по этой же самые ссылки фактически без перерыва с 12 до часу эта встреча для печков и сейчас в двух часов до 14 00 это ежедневно каждую среду будет проходить встреча и им передаваться информация для тех кто уже является инвестором skyway профессиональным либо инвестором skyway начинающим это будет новостная строка это будет новости расширенный вебинар относительно всего что касается технологии и и продвижения и последние новости которые компании на сегодня которыми компания на сегодня располагает а точно в этот же день в среду вот так как это было сегодня с утра в среду вечером в 19 00 и в 20 00 точно так же будут вебинары и будет проводить сергей и алексей это уже будет другая ссылка другая ссылка она будет едина в каком плане в 19 00 это будет вебинар для новичков вновь для новичков потому что это очень важно новичкам очень благостно когда информация повторяется и новички и запоминают и более того для того чтобы они потом могли оперировать этой информацией когда начинают встречаться с другими людьми с 19 до 20 и вот сегодня в том числе это будет информация для новичков с 20 до 21 по этой же ссылке в этой же комнате будет уже проходить расширенный техника экономический вебинар который будет включать в себя новостную строку и расширенную информацию о технологии новые адресные проекты вообще все новые направления которые на сегодня развивает к б развивает конструкторский отдел развивает главный конструктор и в том числе мы с вами потому что мы являемся непосредственными и главными и основными инвесторами технология на сегодня руку на пульсе можно сказать держим и с вами что касается вебинаров которые идут под серии новое сознание для новых технологий они остаются мы с вами скроординируем время возможно это останется тоже по средам если у сергея с алексеем будут их вебинары проходить через среду вот одна среда ребята на свина я и так мы будем чередоваться возможно это будет какой-то день какие-то времена и моменты мы будем объединяться так как информация интересная информация очень много и все больше и больше хочется разделить его с вами двух этих уникальных людей эту мы вам представлять не надо то все их регалии вы увидите сейчас на презентации и презентация очень красиво и профессионально от себя скажу что безгранично благодарна двум этим мастерам алексею за то что никто никогда ничего не знал об алексея хотя он является для нас для всех нас ключевой фигурой я скажу почему все мы включая совет директоров которые сейчас и в капитале мы все у алексея в первой и не в первой там 2 3 по факту алексей был тем уникальным молодым человеком который поверил в технологию сразу и приложил усилия к тому чтобы донести эти знания до нас если бы он не был настолько настойчив и настолько предан технологии то мы до сегодняшнего дня ничего бы они не знали и не имели бы счастья быть инвесторами иметь хорошие какие-то акции которые имеем на сегодня на сегодняшний день сергей сибиряков в представлении не нуждается я они просто расскажу как о человеке который является потрясающим спикером и может увлечь за собой любую команду любую авторию и может говорить на профессиональном языке с человеком любого уровня и стерки им очень хорошо проводить переговоры потому что он всегда приводит очень весомые аргументы пользу внедрение технологии skyway и напомню для новичков не для новичков а для старичков для новичков это будет информация может быть впервые что именно сергей сибиряков начал поддерживать технологии поверив в анатолий дворча и skyway задолго десятилетия назад когда мы с вами не только не инвестировали но даже не предполагали что такие технологии могут путешествовать по планете земля и мы можем стать непосредственными участниками этого процесса и так я с вами на сегодня прощаюсь мы в расписании потом напишем когда будет моего ставку выступление сейчас перед вами опрос и огромная просьба для вас его заполнить я передаю слово алексею алексей на благодарю лариса здравствуйте дорогие друзья рад вас приветствовать на вечернем вебинаре это техника экономический вебинар общий техника экономический вебинар для новичков напишите пожалуйста как меня видно как слышно от 1 до 10 и хотел бы сориентировать вас первую очередь что вот эти вебинары в 12 в 19 по москве мы проводим именно для новичков мы будем настаивать каждый вебинар чтобы как можно больше новых людей приходило на данные вебинары потому что стратегия и техника ведения двойных вебинаров она дает о себе знаете именно положительным образом и конверсия перехода ну собственно по вечерним вебинару я думаю вы увидите вообще конверсия перевод перехода по нашим крайним 10-15 вебинаром вот таким двойным конверсия перехода 90-100 процентов то есть это говорит о том что технология интересная это говорит о том что вводная презентация цепляет так скажем заинтересовывает человека и человек жертвует своим драгоценным временем остается фактически у нас расширенный технико-экономический вебинар иногда может затянуться и на два часа если очень много новостей и есть очень много вещей как которыми мы можем вас либо порадовать либо наоборот немножко попугать что касается попугать это экономические новости россии глобального мира геополитические новости которые естественно мы связываем первую очередь с технологии skyway дорогие друзья сегодня нас присутствует 119 человек для вебинара для новичков это неплохо присутствует 12 новичков наверняка не все проголосовали но будет возможность еще благодарю за представление ларису артамонову свою очередь могу сказать что лариса имеет прямое отношение имела движению проекта венера и так далее то есть это созвучные проекты мы все друг друга не знали до проекта но на самом деле все встретились в проекте до этого я с 2011 года успешно развивал многие направления интернет-бизнеса неоднократно строил тысячные структуры но здесь можно сказать устанавливаются рекорды и эти рекорды будут устанавливаться и далее потому что наш проект несмотря на то что мы имеем сетевое построение корпорации то есть развитие компании через систему млм через систему сарафанное радио теории рукопожатий но именно эта система работает именно этот вектор принял анатолий эдуардович 2013 года и я вам объясню именно почему сегодня был принят этот вектор ну и собственно все технические параметры характеристики преимущества технологии skyway вы сегодня поймете и так собственно давайте немножко погрузимся вообще в то что произошло в мире то есть вспомним как как развивались вообще технологии примеров на самом деле масса но вспомним как развивался интернет всего с двух тысяч людей начал свое развитие интернет то есть это был закрытый проект военной технической разработки сша проекта подразделения дарпа и сегодня благодаря всемирной паутине мы связаны со всем миром мы общаемся мы сегодня с вами общаемся не выходя из дома также сегодня фактически мгновенно видео сигнал поступает на экраны ваших мониторов без каких-либо задержек есть соответственно нет никаких перебоев с интернетом сегодня мы можем и мне пришло напоминание на мой смартфон что я ведущий сегодня вебинара но друзья этого невозможно было представить 15-20 лет назад более того те первые компьютеры которые появились самые первые этапы развития пока персонального компьютера они были значительно более слабые то есть фактически примерно в 40 раз они были слабее чем сегодняшнее электронное вычислительное устройство и многие футурологи прогнозируют что это будут десятки терабайт об этом мы поговорим на расширенном технико-экономическом вебинаре и друзья тоже такой вот интересный момент всегда люблю приводить но например гангутенберг изобрел типографский станок в 15 веке но подряд бы потребовалось думать из 400 лет чтобы его массово стали производить и использовать и что касается вот того что произошло нашей жизни ну буквально совершенно недавно то есть от от открытия до внедрения стационарного телефона в сша в европе россии потребовалось 50 лет сотового телефона 7 лет социальных сетей три года и на сегодняшний день мы имеем возможность как раз таки вывести русскую технологию свет свет мировой так скажем и это то что будет составлять но по технологический уклад это то что является необходимым звеном недостающим для развития транспортной энергетической коммуникационной сети кое являться бы транснет этот термин появился в обиходе в 2009 году автор и изобретатель этого термина именно я под подчеркиваю термина транснет сергей анатольевич сибиряков и собственно этот термин был создан для того чтобы описать эту сеть потому что по-другому и и на самом деле никак не описать и то что сегодня мы получаем информацию денежные переводы общаемся по телефону буквально за мгновение проходят сигналы но к сожалению люди грузы товары перевозятся значительно дольше и миллион и десятки миллионов даже миллиарды долларов просто заморожены в этих логистических пробах потому что на сегодняшний день нет транспортной инфраструктуры транспортных решений чтобы решить эти задачи как раз таки skyway естественно является недостающим звеном будущей мировой логистики на сегодняшний день skyway признана независимым исследователем самым перспективным транспортным средством в мире это говорю не я это говорит даже не анатолий эдуардович юницкий это говорит даже не михаил орлов президент и автор академии трис который подтвердил также что имеет skyway технология максимальный кпд по сравнению с существующими технологиями это говорят независимые исследователи австралийские которые произвели эти исследования совершенно недавно так скажем и признали действительно струнный транспорт анатолий эдуардович юницкого самым перспективным на сегодняшний день вообще в мире и сейчас производится уже более масштабные обширные исследования эксперименты и юридическую сторону компании и финансовую сторону компании и естественно технологическую сторону компании изъездили уже вдоль и поперек и я могу сказать что готовится очень серьезный документ на несколько десятков страниц но он будет являться железобетонными аргументами в переговорах именно с иностранцами ну естественно с россиянами с российскими чиновниками с российскими инвесторами потому что это все будет переведено на русский язык но все что вы видите на сегодняшний день то что уже идет строительство все началось в далеких семидесятых годах то есть фактически более 35 лет занимает уже историю технология skyway и все началось с ней ракетной конференции по неракетному освоению космоса тогда анатолий эдуардович юницкий представил можете это посмотреть дамы и господа новички обязательно скачайте посмотрите найдите в ютубе фильм в небо на колесе в чате по окончании своего выступления сброшу ссылку я этот фильм посмотрел через два с половиной месяца после моего вхождения вошел в проект феврале 2014 года я был очень положительно шокирован потому что несмотря на то что я изучил уже достаточно на мой взгляд глубоко на тот момент для себя технологию и я нашел многие ответы на вопросы которые задавал так как развивал проекты в числе первые сотни но когда я посмотрел этот фильм я задался вопросом почему в семидесятых годах не было инвест проводящей системы почему в семидесятых годах мы не могли использовать средства интернет для народного крауд инвестинга и народного финансирования и на самом деле семидесятых годах мир не был готов таким совершением таким глобальным открытием и переворотом потому что необходимо общепланетарное соглашение необходимы совершенно другие отношения между государственными совершенно другие политические моменты политические моменты и соответственно презентовал на тот момент четкую программу технически обоснованную выверенную по дне ракетному освоению космоса по выводу промышленность в открытый космос Анатолий Эдуардович Юницкий пришел к выводу что необходимо создать транспортное решение которое удовлетворяет всем существующим законам физики не использовать ничего сверх экстраординарного так скажем каких-либо не открытых законов физики не существующих материалов не является сверхдорогим это простое решение которое одновременно включает в себя множество ноу-хау вот так появилась концепция струнного транспорта и транспорта второго уровня и уже в нулевых годах в 2000-х годах губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович с подачи Сергея Анатольевича Сибирякова то есть я думаю Сергей Анатольевич Сибиряков запомнил этот момент на всю жизнь когда в летательном аппарате при перелете с одного региона в другой буквально за два часа Сергей Анатольевич смог убедить Александра Ивановича Лебедя что струнные технологии Анатолия Анатольевича Ивницкого могут вывести Россию и вообще весь транспортный глобальный рынок на совершенно новую ступень развития соответственно губернатор Красноярского края в свою очередь не заставил себя долго ждать и зафинансировал первый технопарк первый полигон в озерах где ЗИЛ набрался в небо так скажем ушел в небо как мы называем мы так и называем ЗИЛ уходящий в небо это была подвижная лаборатория которая включала в себя проведение множества экспериментов и была испытана путевая структура именно эта легкая ажурная конструкция которая казалось бы должна была рухнуть но доказательств этому когда ЗИЛ поднимался по путевой структуре это поколение именно второе поколение струнной технологии Анатолия Ивановича Юницкого Анатолий Эдуардович встал под путевой структуре по структуре я думаю это является весомым доказательством того что действительно Анатолий Эдуардович был уверен потому что здравомыслящий человек при каких-либо технических рисках просто бы не стал этого делать все планировали стоя но тогда время так же не пришло потому что в 2009 году экономическое положение Российской Федерации не так еще усугубилось не так еще ухудшилось но на самом деле тогда можно было избежать абсолютно многих моментов нефтяной зависимость нефтяной иглы на которой сейчас находится Российская Федерация экономика Российской Федерации что так же отражается на мировой экономике мировых глобальных рынках об этом мы более подробно расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре но не были услышаны несмотря на то что презентация президенту была сделана в 2009 году Дмитрий Анатольевич Медведев на тот момент сказал если найдете финансирование то пожалуйста выполняйте и на самом деле финансирование нашли в 2013 году Анатолий Эдуардович Уницкий сделал тот рискованный шаг но тот очень стратегически важный шаг который необходимо было сделать я пожалуй могу сказать что этот шаг не сделал бы наверное даже Стив Джобс своей корпорации потому что до сих пор у него нет никаких именно элементов MLM элементов народного финансирования на какие-либо стартапы и ни один крупный корпоративный деятель никогда этого не делал то есть на сегодняшний день можно сказать в таком именно крупном масштабе краудинвестинг развернулся только в проекте SkyWay но за 10-15 лет было достигнуто что было достигнуто вдвойне в тройне даже в 10 раз больше за буквально полтора года полтора года развития проекта SkyWay уже фактически более двух лет по схеме народного финансирования и на самом деле друзья это то ради чего мы сегодня здесь с вами собрались это то почему сегодня я вещаю сегодня будет вещать Сергей Анатольевич вещала Лариса Артамонова на самом деле мы могли видеть просто репортаж что запущен транспорт второго уровня что да строится в России по всему миру но мы не имели к этому бы отношения и это действительно счастье и радость что мы имеем возможность финансировать данные проекты и обладать возможностью на будущее иметь достаточно прибыльные дивиденды я всегда повторяю слово теоретически потому что все зависит от нас с вами в очередь сегодня все зависит от нас с вами не от крупных олигархов не от крупных чиновников их время было это было время вот в этих тридцати годах было время зафинансировать технологию полностью и обладать на сегодняшний день достаточно крупной капитализации люди не желают быть ни первыми ни вторыми они желают входить после того как произойдет демонстрация но такие свершения именно технологические перевороты происходит за счет финансирования инвестирования либо энтузиастов которых называют иногда сумасшедшим то есть помните как профинансировали технологии технологию сикорского то есть ее зафинансировали вообще при странных обстоятельствах достаточно и этих обстоятельствах могло не быть соответственно технологии сикорского вертолеты и так далее их не было бы и неизвестно когда бы они еще появились через сколько десятков лет они появились и это очень сильная личность сильный человек который стремится к своей цели несмотря ни на что несмотря на все преграды несмотря на противостояние еще во времена так скажем с ссср но сегодня мы выходим на то что уже весной максимум осенью мы будем производить демонстрацию первого подвижного состава какими является направление технологии skyway в первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание то что вообще поменяет корни суть мгновенного перемещения на высоких скоростях это естественно высокоскоростной транспорт но к сожалению его демонстрация планируется к концу 2017 года уже сейчас многие чиновники готовы общаться над этим мы можем максимум только наработки технической документации по высокоскоростному транспорту городской пассажирский транспорт и грузовой транспорт соответственно планируется уже осенью максимум зимой 2016 года только этого года но вдумайтесь то что уже этой весной и максимум осенью все зависит от финансирования все зависит от участия нашего с вами все зависит в том числе от наполняемости данного вебинара в среду потому что ну я думаю вы поставите пункты необходимые голосования была ли вам интересная информация или нет практика показывает что на данных вебинарах новички получает основные ответы на свои вопросы и соответственно дальше решает развиваться с компанией или нет тут на самом деле выхода 2 либо да либо нет это как бинарный код программирования либо 0 либо 1 подумаю не знаю это значит что в будущем вы в ближайшее время если вы подумаете то это ближайшее время означает что скорее всего какую-то сумму инвестирования вы будете оказывать поддержку помощь проекту потому что те новости которые на сегодняшний день происходят их невозможно не замечать и их невозможно не прочувствовать не впитать в себя и не передать другому и как раз таки полгода назад была создана Анатолий Эдуардович Юницкий вынашивал эту идею сквозь десятилетия так скажем и никому не рассказывал потому что это стратегическая точка входа и время этой стратегической точки входа не пришло при переговорах с чиновниками с олигархами и так далее вот за эти 10-15 лет но когда появились зацепки появилась необходимость инициации конкретных адресных проектов по юнибайкам это легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт время пришло время пришло разработать концепт разработать техническую документацию и сжатые сроки я бы сказал что весь проект Skyway развивается даже не за пятилетку как великая стройка во времена СССР была наша задача развиться за трехлетку то есть это те задачи которые ставятся перед нами всеми и друзья самое интересное что мы это сделаем потому что те преимущества и те колоссальные возможности которые несет технология Skyway для каждого гражданина планеты Земля это действительно супер это низкая стоимость и себестоимость перевозок соответственно низкая стоимость перемещения пассажира примерно в 2-3 раза дешевле вы сможете перемещаться на городском пассажирском транспорте от дома к дому от двери к двери вы сможете перемещаться на своих юнибайках потому что на самом деле сеть Transnet будет развиваться настолько быстро настолько быстро не снилось развитие интернет насколько быстро не снилось прокладка оптоволоконных сетей и линии электропередач сегодня вдумайтесь сколько миллионов километров над нашими ногами и Wi-Fi он появился не из воздуха это совершенно законный процесс и родоначальником этому был как раз таки пьезоэффект то есть генерация модуляция электромагнитной волны через свойства кремния и на самом деле через вот это окрытие родился пятый технологический уклад на самом деле ядром шестого технологического уклада мы позиционируем и четко уверены что одним из главных ядер будет являться как раз таки струнная технология Анатолия Эдуардовича Иницкого о комфорте перемещения я даже не буду говорить то есть что касается россиян и многие иностранцы когда попадают на русские железные дороги многие отмечают тот факт что невозможно пройтись по поезду с кружкой кипятка то есть будет разбрызгивание есть опасность обжечься и на самом деле есть такая опасность обжечься при применении той технологии которая применяется китайского происхождения и так далее то есть я был в Индии я общался с людьми которые сейчас прорабатываем момент такой небыстрый момент именно выхода на министров Гоа и соответственно в одном из городов Гоа рухнул китайский транспорт второго уровня made in China китайцы что-то могут делать хорошо но на наш взгляд транспорт второго уровня родится как раз таки из технологии SkyWay конечно появится множество конкурентов и сегодня есть конкуренты самый такой ярый конкурент это технология Hyperloop это технология Илона Маска это тот человек который является миллиардером но на сегодняшний день он не рискует запускать эту технологию потому что она имеет огромное количество рисков он занимается несколько других он занимается освоением как раз таки околопланетного пространства пытается создать технологию которая сможет создать такие летательные аппараты которые могут подниматься в воздух и далее опускаться без каких-либо аварий но более четырех уже попыток были неудачными это десятки миллионов долларов эти деньги можно было впустить на финансирование транспорта второго уровня но Илона Маска на сегодняшний день выбирает несколько другие направления которые также синергетически увязываются и с нашими управлениями друзья что говорить про экологичность что говорить про огромную проблему существующую во всем мире как террористические акты и на самом деле перейдем к самым важным что должен понимать каждый новичок который вступает на тропу скайвей это основа это таблица умножения это нужно знать как очень наш это высокая аэродинамика подвижного состава то что вы поднимаете на самом деле подвижной состав уже на высоту 5-15 более метров над землей то есть это транспорт уровня это уже увеличивает аэродинамику подвижного состава два раза и что говорить про те обводы что говорить про продувку которая осуществлялась в течение 15 лет на различных продувочных центрах в том числе Санкт-Петербурге Анатолий Эдуардович Мюнинским на сегодняшний день коэффициент аэродинамического сопротивления был достигнут больше чем у спортивного болида больше чем у военного истребителя то есть самолета истребителя и представьте какие требования выставляются военной промышленности военной авиации это коэффициент аэродинамического сопротивления 0,075 сейчас более того еще серьезнее улучшается этот коэффициент и Михаил Орлов в одном из своих интервью тоже сброшу интервью обязательно посмотрите этот человек имеет международный вес вообще в теории решений изобретательских задач это человек который является признанным ученым и он сказал что КПД колеса действительно является максимально эффективным по сравнению с подвижными составами почему потому что по сути подвижной технология Skyway это путевая структура то есть это предварительно напряженный растянутый закрепленный на концах анкерных опор рельс и соответственно перемещается рельсовый автомобиль при перемещении стали по стали это максимальная площадь соприкосновения поверхности это минимальный коэффициент трения о поверхности листа и соответственно это Это формирует, провоцирует неизбежно положительный эффект экономии топлива, экономии трудозатрат человека-часов при формировании строительства технологии и значительное снижение стоимости строительства. И те преимущества, которые были описаны, они смогут сформировать рынок и уже мы его формируем. Это будущие триллионы, не побоюсь этого слова, рынок. И, соответственно, мы начнем с десятков миллионов долларов заказа, далее это будут сотни миллионов, далее миллиарды и так далее. Пойдем по пути развития Стива Джобса, который на самом деле, и мы использовали эту стратегию при внедрении определенных моментов в технологию Skyway. Стиву Джобсу после внедрения первого поколения его телефонов, его будущих смартфонов, ему перенесли концепт планшета. Но вдумайтесь, через сколько поколений была внедрена концепция планшета. И это сформировало сотни миллиардов капитализаций. Примерно это, но еще в более крупных масштабах планируют повторить технологию Skyway, потому что она вмещает в себя и оптоволоконную сеть, и оптоволоконная сеть направления нанофотоники, и различные радиочастотные мобильные сигналы. И это транспортные андроиды, так называемые, то есть подвижной состав сможет анализировать местность, сможет видеть местность через органы зрения, осязания, так скажем, камеры, радиочастотные локаторы и так далее. И легкая ажурная конструкция, она абсолютно не будет мешать вашему сухому, когда вы будете смотреть наверх. И никаких дискомфортов, если вдруг будет находиться путевая структура вблизи населенных пунктов, не будет предоставлять в плане высокой шумности. Потому что о тех сотнях децибел, о тех, так скажем, очень шумных эффектах, которые производит железнодорожный транспорт, можно будет забыться с технологией Анатолия Эдуардовича Юницкого. Когда будет проноситься высокоскоростной состав, вы почувствуете только сильное дуновение ветра, когда это пронесется. И, кстати, всем новичкам, которые не услышали о технологии Skyway, по какой-то причине, я не понимаю, если честно, эти причины, не пожелали хотя бы разобраться в проекте, хотя бы посмотреть, что да, действительно, этот проект развивается через сетевое построение корпорации, да, действительно, этот проект создает реальную технологию, что это не пирамида, что это не хайп, что это реальность, что демонстрация будет уже в ближайшие месяцы, в этом году. Я всегда говорю такую вещь. Просто запомните слова того человека, который вам говорил о Skyway, и вы вспомните его слова, когда вы поедете в этом подвижном составе, либо увидите проносящийся над вашей головой высокоэродинамичный подвижной состав Skyway. Потому что это будет по всему миру. На самом деле, то, что сейчас в виде строительства происходит в экотехнопарке, это является прямым этому доказательством. Потому что те адресные проекты уже, которые инициируются непосредственно командой RAP, то есть региональных адресных проектов, это, так скажем, на сотни миллионов долларов уже инициировано проектов, которые ожидают как раз-таки демонстрацию, и даже легкое направление сможет сформировать очень интересные проекты, о которых мы на данный момент будем умалчивать. Вы обязательно, я думаю, в течение нескольких месяцев услышите, когда мы уже подпишем соглашение, когда это не будет тайной, и мы скажем, что вот, пожалуйста, вот такая еще дополнительная капитализация. Но, друзья, одно я могу сказать, что вначале планируется строить, так скажем, первые сотни тысяч километров, далее миллионы километров, и при скорости строительства один километр в сутки при прохождении. С одной стороны, если вы будете идти с двух сторон, если будет строить, соответственно, не 10-20 человек, как сейчас строят экотехнопарк, именно бригады строительные, ну, они меняются, иногда 10-20, иногда 5, иногда 50. Но именно в масштабах крупной корпорации, крупного проектного института, который будет пускать корни по всему миру, именно в плане реализации и внедрения технологии SkyWay. Друзья, это действительно перейдет интернет, и мы позиционируем это, мы закладываем это, и так оно и будет. Собственно, благодарю за внимание, ждем всех новичков, кого заинтересовала эта информация, на расширенном технико-экономическом вебинаре сейчас о технологических укладах и тех нюансах, которые нас ждут уже в ближайшее время, расскажет Сергей Анатольевич Собиряков. Это тот человек, который более 15 лет занимается технологией SkyWay. Что касается меня, я занимаюсь всего лишь какие-то всего-навсего 2 года. Сергей Анатольевич Мавс. Друзья, добрый вечер. Рад приветствовать вас на нашей новой форме работы. Мы с Алексеем теперь будем каждую среду вести такую работу. Мы отработали ее не один месяц, практически год. И пришли к такому подаче материалов, что мы разделили подачу SkyWay для новичков. И у нас в среду два вебинара идут утром, в 12 и в 13 часов. Это для Сибири и Дальнего Востока. И, соответственно, в 19 и 20 для европейской и средней части. Для кого это еще не так поздно. И здесь, почему мы разделили сразу, объясню, что кто первый раз сейчас попал. Или из тех, кто давно не был на наших вебинарах, еще не слышал эту нашу логику. И она отработана, и на наш взгляд принесла очень серьезные такие результаты. Очень тяжело сегодня новичкам, которые входят, которые не знают, что такое SkyWay. Что такое струнные технологии инженера Юницкого. Что такое Транснет. Что такое сибирский холод. Что такое Танторское месторождение, про которого здесь спрашивали. Очень много вопросов, которые люди сталкиваются в первый раз. И не обладая определенной закалкой, я бы так сказал, то есть мозгами настроенными на SkyWay, для людей происходит несварение. И мы очень часто наблюдали, когда новички попадали на наши обсуждения, когда мы действительно уже говорили о многомиллиардных корпорациях. Когда мы говорили капитализацию через дивиденды от проектов, которые будут приносить прибыль в первый год работы. Когда мы показывали проекты, которые могут увеличить в 2-3 раза ВВП таких стран, как Боливия, где мы прорабатывали очень серьезный проект. Монголия. Когда мы реально обсуждаем и показываем концепцию развития... Похрипываю, да? Чуть-чуть уберу звук. Вот. Так лучше? Лучше, друзья, да? Отлично. Вот. Соответственно... Так. Отлично. Поэтому мы сделали после определенного анализа работу и с Алексеем таким образом, что новичкам мы даем материал специальный и отрабатываем его. Мы тоже очень опираемся на тех людей, которые ходят к нам на вебинары и являются нашими, скажем так, партнерами. Потому что мы ориентируемся на замечания, которые постоянно пишут. Ориентируемся на информацию, которую еще надо наводить. И таким образом мы планируем где-то к апрелю месяцу довести вот эту подачу информации для новичков до идеального состояния, чтобы можно было, просто поставив эту запись, поставив вот такую презентацию, полностью у человека возникало представление, куда его зовут, что происходит в проекте, что делается, какие цели и задачи ставятся и, что самое главное, что уже достигнуто. Потом у нас есть такая очень серьезная задумка записать это в виде такого серьезного уже видеоролика. Сегодня технологические средства позволяют сделать очень интересные презентации. Они и в 3D, и в уровне, еще и подача материала идет в разных плоскостях и одновременно в разной подаче. Это очень интересно. У нас есть партнеры, которые пишут такие обучающие порталы. И мы, соответственно, сделаем это все для того, чтобы вы могли человеку, который обращается или интересуется Skyway, давали информацию, просмотрели. А наши вебинары, наши встречи, мы будем все больше и больше переводить уже к онлайн вопросам-ответам. То есть мы подключим сейчас, прорабатываем вопрос, это через перескоп, можно было общаться в онлайне, чтобы мы могли в любое время подключать разных экспертов, и вы получали, соответственно, информацию, которая вам нужна. И сегодня еще одна очень интересная форма и рубрика, которая будет введена прямо в ближайшее время на наших вебинарах, это гость. И у нас с Алексеем постоянно будут появляться очень интересные и узнаваемые, и авторитетные гости. Не буду называть их фамилии сейчас, потому что у нас готовится целая-целая такая череда. Это для того, чтобы сейчас уже популяризировать и показывать, что очень серьезные, очень знаменитые, очень интересные люди, они сегодня подключаются к проекту. И это как раз тоже для, именно ориентированно на новичков, чтобы вы видели, что артисты, политики, бизнесмены, те, которые люди уже добились чего-то в этой жизни, они видят перспективу Skyway, они видят работу команды Skyway, которая сегодня движется, несмотря ни на что. И соответственно, чтобы была четкая аргументация присоединения к команде Skyway. Я могу сказать, что еще одна логика наших вебинаров по среду, тоже как она меняется, то есть мы сейчас начинаем вести ее для всех, кто работает в проекте Skyway, вне зависимости от в каком инвестиционном фонде он работает, через какую команду он сюда пришел. Информация, которую мы доводим, она необходима для всех. Мы работаем в теснейшей связке с Анатолием Дуарчем Юницким, мы вчера с ним более четырех часов прорабатывали аргументы, которые надо сегодня освещать и делать, потому что мы формируем пространство, мы формируем информацию, которая доводится, и соответственно, естественно, что мы должны дополнять и делать то, что делает информационный центр сегодня Skyway, то есть РСВ. Те репортажи, которые дает Михаил Кириченко, как мы его называем, наш будущий оскароносный, скажем так, ведущий всей проекта Skyway, потому что когда, так как он говорит, строй Skyway, спасай планету, я думаю, что не может сказать никто, и тут, наверное, у всех бегут мурашки по коже, потому что это действительно впечатляет и делает. Поэтому, друзья, предстоит очень большая работа, это я сейчас обращаюсь к новичкам, те, кто только подключился к работе, но я могу сказать, что, друзья, то, что было полтора года назад, год назад и сейчас, это нельзя сравнивать, потому что раньше мы декларировали, показывали, что, друзья, мы делаем технологический концепт, мы показываем основы технологий, которые изменят мир больше, чем изменил интернет, что транснет, этот агрегированный термин, который введен именно благодаря инженерной школе Анатолия Ильиницкого, он показывает, что следом за эпохой интернета, кремниевых технологий, мобильного телефона, интернета, скайпа и так далее, и так далее, приходит следующая эра, следующая эпоха, эпоха транснета. В основе ее лежит также физическое свойство вещества, как в основе, Алексей сказал уже, в основе интернета есть физическое свойство кремния, через пьезоэффект моделировать уникальную электромагнитную волну, и таким образом миллиарды устройств могут связаться с миллиардом устройств. Точно так же в шестом технологическом укладе, в транснете, основой является физическое вещество, это описывается наукой сопромат, и как раз это то, что взял инженер Ильиницкий и показал новую концепцию, которая сегодня нам доводится, доводится, ведь никто не мог представить, что кремний и интернет, это синонимы, и оказывается, без кремния нельзя сделать эту большейшую систему, которая изменила облик цивилизации. И если кто-то будет говорить, что за последние 15 лет облик цивилизации не изменился, я, друзья, просто не поверю, потому что, когда я вижу, как мой шестилетний сынишка через свой личный планшет занимается английским языком, с учительницей из Болгарии, я могу сказать, я не так давно мог себе это представить, а чтобы видеть это в таком нормальном, повседневном, это просто невозможно было представить, не говоря уже о том, что голосом управляет интернетом, заказывает себе мультики, заказывает обучающие программы для того, чтобы вязать там, сейчас сегодня все дети фанатеют от каких-то калечек, что-то они там вяжут, это просто посмотреть, трудно представить, и это они сами заказывают в интернете, смотрят обучающие циклы, смотрят, и это, друзья, И я даже не старшая группа детского сада, а средняя группа детского сада. Я уж не говорю про дочку постарше, это уже вообще трудно сказать и трудно писать. И к этому, хотя мы живем вроде в век прогресса, мы сами занимаемся инновационными технологиями, но когда на это смотришь и насколько это быстро попло в нашу жизнь, уже обычная вещь, друзья. И мы к интернету привыкли, это наша жизнь, наша среда. Но поколение постарше вообще 30 лет назад не знало этого термина, а сегодня мы в этом живем. И сегодня, что вы должны основное понять и осознать, чем мы занимаемся? Те изменения в мире, которые произошли в эпоху интернета, мы его называем своим младшим братом, это то, что изменило мир до неузнаваемости. С этим, пускай кто-то спорит, я им просто не поверю. Потому что я расскажу, что моя мама, которая живет там в Алтайском крае, сегодня по скайпу спокойно общается с детями, с внуками. И единственная претензия, она говорит, у меня интернет на первом этаже плохо ловит, надо на второй этаж выходить. Представляете, это в деревне, в которой 20 лет назад вообще никакой связи не было. И чтобы сказать, что можно в любую точку мира выйти из этой деревни по интернету и видеосигналам общаться, ну я могу сказать, 20 лет назад это была даже не фантастика, это было просто непредсказуемое описание. Сегодня это реальность. Так вот, друзья, вы должны понять, что в ближайшие 15 лет мир изменят более масштабно. Транснет войдет еще более серьезным изменением, именно технологическим в нашу жизнь. И как интернет убрал абсолютно все границы между информацией, так же Транснет уберет все границы на Земле. Не будет, друзья, границ. И, соответственно, вы понимаете, что это другой мир, другая жизнь, другая экология, другая система. И мы сейчас, друзья, не фантазируем на эти темы. Еще год назад, кто помнит наши вебинары, мы говорили, мы будем строить, мы будем проектировать, мы будем внедрять Транснет, мы будем создать проекты с использованием технологии Skyway. Сегодня риторика поменялась кардинально. Мы показываем репортажи и говорим, друзья, идет строительство, идет испытание, мы готовимся к демонстрации, готовимся к сертификации, есть уже определенные сроки, к которым мы подходим. И вот тут меня спрашивали вопросы по, что за грандиозные события готовятся в мае. В мае, друзья, будет продемонстрирован первый прототип легкого транспорта Skyway, как сегодня с легкой руки Виктор Бабурин называется Unibike. То есть это рельсовый второго уровня, велоэлектромобиль, который может выполнять спортивные, экскурсионные, туристические функции. Но мы уже прорабатываем сегодня элементы, что он будет являться и легким транспортом, скажем, такого ВИП-класса. И сегодня уже прорабатываем десятки проектов, заключаем соглашения с администрациями регионов и городов, заключаем соглашения с бизнес-сообществом о том, что уже в этом году мы начнем это реализовывать. И это, друзья, уже не какая-то фантастика, не какая-то отдаленная перспектива. А на весну этого года, Анатолий Иванович уточняет эти сроки, скорее всего, это будет конец апреля, начало мая, будет большой фестиваль Skyway, где будут продемонстрированы первые Unibike, где это будет приурочено к закладку очень большого, скажем, такого вишневого и яблочного сада на Экотехнопарке Skyway. И это как раз будет очень серьезное событие, мы к нему будем готовить, мы будем показывать. И те соглашения, которые сегодня мы подписываем именно в преддверии этого запуска, этого бизнеса, вы это все увидели. А дальше я введу некую такую интригу, что сегодня мы с Алексеем уже прорабатываем два проекта с использованием Unibike. Капитализация бизнес-плана сегодня мы просчитываем более миллиарда долларов. Поэтому я могу сказать, друзья, это уже в этом году вы увидите начало реализации этих проектов, и это сразу все будет приводить нашу реальность, наши венчурные премии, то, что мы сегодня говорим, из далекого будущего, как мы называем, 18 или 17 год уже в наше время. И мы это согласовали, и Анатолий Иванович абсолютно четко сказал, что это выполнимые, потому что в данном случае заказ идет от бизнеса, который сегодня, ну, естественно, с нашей подачей, когда мы провели определенную с Алексеем воспитательную работу, то есть рассказали и показали. Но вообще, если говорить серьезно, друзья, все это прорабатывалось и делалось у десятки лет назад. И когда я от Юницкого первый раз услышал определенные концепты по перевозке холода, по перевозке воды, когда меня считали чуть ли не сумасшедшим, когда я видел концепцию линейных городов, опять, что значит, что я видел, мне Юницкий это показал. Я сегодня на дневном вебинаре вспомнил одну такую вещь, что я 14 лет слышал о линейных городах и концепции, и только в прошлом году осознал, что это такое. Поэтому, когда вам говорят, я довожу информацию, люди не говорят, относитесь к этому абсолютно, друзья, с пониманием. Потому что мне, к сожалению, стыдно, что, ну, я понимаю, что у меня врожденное тугоумие, так сказать, несмотря на две докторские диссертации, которые я в свое время писал, но не защищал. Тоже, наверное, по определенным концепциям. Так вот, я могу сказать, что многие вещи приходят к осознанию только сегодня. Юницкий настолько опережает свое время, настолько дает концепции, и здесь я не могу сказать, что, опять же, зная в проекте и технологически, я настолько глубоко погружен, что я знаю очень многие вещи, но я не перестаю удивляться. И когда перед Новым годом Юницкий немного приоткрыл, помните, эти репортажи, а это для тех, обращаясь, кто в проекте, а не те, кто только пришел. Для вас, друзья, это сейчас надо впитывать информацию, смотреть широко раскрытыми глазами и понимать, что вы садитесь уже в подвижной состав, в Юнибус, который не просто уже набирает обороты, а который реально приближается к крейсерской скорости 600 км в час. Вот, так вот, друзья, когда было показано концепт Юнибайка, который может трансформироваться в скоростное средство, и это ваше индивидуальное КП, и вы можете у себя на кухне сесть в Юнибайк и со скоростью 600 км в час переместиться в любую точку мира. А дальше концепт, что энергия, которая будет использоваться этим Юнибайком, она будет, и, соответственно, дальше уже концепция Юнибуса, потому что это система трансформации, она очень интересно проработана, и когда я увидел эту Юницкого, у меня просто, ну, я могу сказать, очень много поменялось в представлении, что очень много даже того, что мы сейчас представляем и делаем, технически оно будет выглядеть инженерным решением несколько по-другому. И тот концепт, когда каждый из вас вот на таком вот Юнибайке, то есть это рельсовом электровелосипеде, электромобиле, может перемещаться со скоростью, еще раз скажу, 500-600 км в час в любую точку мира, а дальше инженерная концепция позволяет утверждать, что это будет как минимум на порядок дешевле сегодняшнего самолета и скоростного транспорта, скоростной железной дороги, а дальше при развитии сети Транснет это перемещение будет для вас бесплатным. Это многое вызывает скептиса, на многие вызывают, что нет, это будет дешево, это будет не, друзья. Я сразу могу сказать, сама концепция Транснета подразумевает, что перемещение в сети для начала из любой евразийской точки в любую евразийскую точку будет бесплатно, а со временем это будет обращаться и во весь мир. И здесь нет ничего, друзья, ни фантастичного, ни фестичного, ни тем более нереализуемого. Я сразу говорю, друзья, скайп, вспомните, сколько лет назад вы могли представить, что по интернету через видеоконференции, через видеосигнал вы будете общаться из любой точки мира, практически в любую точку мира. Скайп это социальное решение, это провайдеры и те, кто эксплуатируют сегодня сети и получают прибыль от огромного количества передачи информации, они ввели функцию, что видеосигнал может передаваться бесплатно для пользователей. Так вот, точно так же Транснет даст настолько серьезный рост прибыльности компаний, он даст настолько серьезные доходы для тех, кто это строит, эксплуатирует, что перевозкой пассажира в этих сетях можно будет не то что пренебречь, а это сделать как социальную функцию. И я могу сказать, что то ближайшее будущее, которое нас ожидает, это линейные города, то есть мы будем жить с вами в экологических районах, мы будем каждый иметь по гектару земли и по дому, который как минимум 500-800 квадратных метров на семью, мы будем жить на берегу очень красивых мест, мы будем питаться 100% экологическими продуктами, и это тоже продукт, скажем так, SkyTech, SkyTech, который сегодня также запускает инженер Юницкий, это биоинженерия, которая позволит вернуть сегодня экологичность продуктов, а вы знаете, наверное, что сегодня на 90% те продукты, которые мы потребляем, как минимум не полезны, а если говорить дальше, они еще являются отравой для организма. Мы сегодня пьем некачественную воду, соответственно, сегодня технология Транснета, SkyWay, то, что делают, мы вернемся к 100% экологичной воде, мы вернемся к 100% экологическому воздуху, и как мы говорим, это техногенная цивилизация, которая сегодня постепенно, но довольно-таки быстрыми шагами будет переходить в экогенную технологию. Это все, друзья, что нас ожидает, то, что мы с вами делаем, и сегодня мы объясняем и показываем логику развития, то есть технологических укладов, что был технологический уклад интернет, как мы его называем, младший брат, сегодня входит технология Транснет, это следующая сеть следующего поколения. Сегодня уже в недрах КВ прорабатывается следующее, то есть мы уже четко представляем концептуально, как будет выглядеть мир уже через 30 лет. Я могу сказать, что, друзья, это не то, что дорогого стоит, это пик сегодня науки, это то, что сегодня делается, и та научная школа, которая сегодня реализует этот проект, мы не то, что претендуем, а мы утверждаем, что мы сегодня находимся в авангарде, и то, что мы делаем, это реально развитие цивилизации. С этим можно спорить, можно не спорить, мы относительно, очень спокойно к этому относимся. Единственный мерило того, что мы утверждаем, это время и практика. И в этом случае, друзья, как раз у нас абсолютно есть алиби, у нас абсолютно есть доказательная база, у нас абсолютно реализуемые планы и задачи, которым делаем, потому что мы построили систему, которая подтверждает свою правоту строительной площадкой, испытательными стендами, а сегодня мы вышли уже на конкретные проекты, и в июне, июле мы уже будем приступать к строительству конкретных трасс уже в десятках регионов, не только страны, но и всего мира. И поэтому здесь, друзья, с этим аргументировать, спорить, или тем более оппонировать невозможно. Естественно, что у нас есть много оппонентов, нечего этого бояться. Есть завистники, есть прямые враги, которые есть и личные, и те, которые мешают программе, программе, и те, которых просто коробят от того, что у кого-то что-то получается без участия чиновников, без участия крупного бизнеса, без участия каких-либо там крупных и крутых лоббистов. Все, друзья, построено на народной воле, на народном желании, на краудинвестинге, на финансировании. И то, что мы делаем, это необходимо 99% людей, которые сегодня живут на нашей стране, на нашем континенте, на нашей земле. И то, что сегодня, друзья, мы подошли и уже ставим как задачу и план, это демонстрация первых легких трасс. Это первый шаг, потому что еще год назад Антон Эдуардович четко обозначил срок, что октябрь этого года, это будет уже демонстрация грузовых систем с перевозкой миллионов тонн, пассажирских на миллионы и миллиарды пассажиров. Это серьезнейшая транспортная система, которая развивает три направления, Алексей об этом говорил. А мы сегодня подошли к тому, что первым шагом, как мы называем, точкой входа, точкой, которая наименее сегодня конкурентна со всеми остальными видами транспорта, то есть вызывает отторжение у тех, кто сегодня наживается на проблемах в транспортной отрасли, которые сегодня есть. Так вот, друзья, мы нашли, сделали и очень рад, что Антон Эдуардович поддержал эту идею. И сегодня он буквально в ближайшее время будет показывать концептуальное развитие именно вот этого легкой системы. Это юнибайк, это велоэлектромобиль, который сегодня войдет в нашу жизнь. И так же, как у каждого сегодня есть гаджет, которого мы называем смартфон, точно так же у каждого будет гаджет, который будет называться транспортный андроид. Он умный, он быстрый, он экономичный. И более того, он нам позволит убрать расстояние из нашей жизни и, соответственно, перемещения станут совсем другого класса. Поэтому, друзья, на этом я сегодня эту часть вебинара заканчиваю. Значит, координаты наши, как с нами связаться, Алексей сейчас обязательно даст. То есть есть вопросы, пишите в почту, пишите в скайп. А мы сейчас после небольшого перерыва переходим к второй части. Это уже вебинар для тех, кто в проекте. Для тех, кого не надо убеждать и рассказывать о том, что Транснет, Скайвей и шестой технологический уклад – это уже реальность. И мы будем дальше, начнем с определенных новостей и определенной подачи информации, которая сегодня нужна для того, чтобы у вас больше возникало уверенности, чтобы у вас четко возникало представление о том, что все развивается именно таким образом и такими темпами, какие мы задумывали еще год назад. Все, друзья, давайте делаем перерыв. Те, кто получил исчерпывающий информат, больше проект Скайвей, ему не интересен. Друзья, здесь я поделать ничего не могу, мы с вами прощаемся. А для тех, кто переходит дальше, еще час с небольшим, очень интересной и плодотворной работы. Спасибо, друзья, за те, кто был с нами, поэтому строй всем, спасай планету. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok